Восьмой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о связи и федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Докладывает Леонид Леонидович Левин. Уважаемый Иванович, уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение представлен проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о связи и закон об информации. Данный законопроект был принят в первом чтении 12 февраля 2019 года. Напомню, что законопроект предусматривает создание механизма противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации в сети интернет и в сети связи общего пользования. Напоминаю, что этот законопроект широко обсуждался и в Государственной Думе, и в Комитете. Проводились расширенные слушания. После первого чтения мы собирали все экспертные заключения не только от членов экспертного совета, но и многих других. В этой работе участвовало и правительство, и администрация президента, эксперты. Мы собирали операторов связи. Была проведена существенная работа. К законопроекту поступило 58 поправок, 27 из которых рекомендуется к принятию, 31 к отклонению. Остановлюсь на ключевых. Относительно закона о связи. Уточнено, что правительство Российской Федерации установит порядок установки, эксплуатации и модернизации технических средств противодействия угрозам. Установлено, что если в ходе рассмотрения претензий абонентам будет выявлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора о оказании услуг связи, может быть связано с функционированием технических средств в противодействии угрозам. Оператор связи вправе направить в Роскомнадзор запрос о представлении сведений о функционировании таких технических средств. Установлено, что порядок и сроки рассмотрения претензий операторов связи к функционированию технических средств противодействия угрозам и запросов операторов связи о представлении сведений о функционировании таких технических средств будет устанавливаться правительством Российской Федерации. Также уточнено, что Роскомнадзор координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации сети интернет. Установлено, что правительство утверждает порядок введения Роскомнадзором реестра точек обмена трафиком, в том числе порядок направления в Роскомнадзор уведомлений собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком и порядок включения сведений в реестр точек обмена трафиком. Установлено, что ряд обязанностей, которые возлагаются на субъектов законопроекта, не распространяются на случай присоединения к сетям связи специального назначения и к сетям электросвязи оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования. Также хотел обратить внимание на поправки, о которых обсуждалось много в первом чтении, о том, что не говорится, о каких угрозах идет речь. Так вот, установлено, что правительство определит виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети интернет и сети связи общего пользования, а также регламент таких угроз, требования к традиционно-техническому взаимодействию в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования, а также условия и случаи, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам. Что касается поправок в закон об информации, то их здесь немного, остановлюсь на некоторых. На организатор распространения информации в сети интернет, в случае, если он имеет номер автономной системы, возлагаются обязанности по участию в централизованном управлении сетью и участию в учениях, а также иные обязанности лиц, имеющих номера автономной системы. Здесь, коллеги, стоит сразу обратить внимание, что это распространяется не на всех организаторов в стране информации, а только на тех, которые будут утверждаться списком правительством Российской Федерации, актом правительства. Установлено, что оператор связи освобождается от обязанности ограничивать доступ к сайтам запрещенной информации в случае установления на своей сети связи технических средств противодействия угрозам. В таком случае ограничение доступа к таким сайтам будет ограничиваться Роскомнадзором. Установлено, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные и унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, обязаны обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными национальными стандартами Российской Федерации в области криптографической защиты и информации, утверждёнными в соответствии с Федеральным законом о стандартизации Российской Федерации. Теперь относительно вступления в силу положения законопроекта. Поскольку законопроект предлагает принятие ряда подзаконных актов, вступление в силу отложено до 1 ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и об обязанности операторов связи использовать национальную систему адресации доменных имён, который вступит в силу с 1 января 2021 года. Поправки, рекомендуемые комитетом к отклонению, в большинстве своём также учтены, по сути, в поправках, рекомендуемых к принятию. И ещё два слова буквально перед тем, как перейти к голосованию. При рассмотрении комитетом поправок ко второму учтению присутствовал руководитель Роскомнадзора Александр Александрович Жаров, которому был задан вопрос о возможном ухудшении качества связи в связи с установкой технических средств противодействия угрозам. Он пояснил, что вопросами качества услуг связи Роскомнадзор занимается уже несколько лет, проводятся мониторинги в крупных городах, в том числе во время массовых и спортивных мероприятий, то есть те моменты, когда на локальную часть сети приходится нагрузка на несколько порядков больше, чем в обычное время. Оборудование, которое предполагается использовать операторами связи, обязательно будет протестировано Роскомнадзором перед установкой. По мнению руководителя РКН, это позволит гарантировать сохранение для российских пользователей качества и скорости доступа в интернет после ввода всей системы в эксплуатацию. Еще раз хотелось, коллеги, в заключении подчеркнуть, что попытки называть рассматриваемый законопроект китайским фаерволом или законом об автономном интернете не имеют ничего общего с сутью законодательной инициативы. Речь идет о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента сети в интернет в условиях попыток оказать какое-либо воздействие на сеть извне Российской Федерации. Задача законопроекта в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет был доступен российским пользователям. Электронные государственные услуги и онлайн-банкинг были доступны в полном объеме, а разнообразные коммерческие сервисы, к которым уже привыкли граждане, могли бесперебойно и стабильно работать. Этот законопроект о повышении надежности российского сегмента сети интернет и гарантированной устойчивости его работы. Комитетом подготовлен текст законопроекта ко второму чтению. Законопроект прошел правовую и лингвистическую экспертизу. Комитет предлагает проголосовать за таблицы поправок и принять указанный законопроект во втором чтении в целом. Спасибо. Спасибо, Леонид Леонидович. Переходим к рассмотрению таблиц поправок. Коллеги, есть ли вопрос по таблице поправок номер один? Есть. Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Иванов Сергей Владимирович. Спасибо, Иван Иванович. Я прошу вынести на отдельное голосование поправку номер семь. Семь. Коллеги, ставлю на голосование таблицу поправок номер один за исключением поправки номер семь. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается таблица поправок. Переходим к рассмотрению поправки номер семь. Включите микрофон Сергея Владимировича Иванова. Спасибо большое, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, значит, я сразу заявляю о том, что ЛДПР категорически отрицательно относится к введению данного законопроекта. И как бы нас не убеждали, как его правильно называть, мы считаем, что это закон о цифровом рабстве или о введении цензуры в интернете, что в корне противоречит нашей Конституции. Что касается поправки номер семь. Уважаемые коллеги, я вынес ее на отдельное голосование вот в какой связи. Дело в том, что когда за этот законопроект вносили, авторы законопроекта утверждали, что он не потребует никаких финансовых затрат. Тем не менее, это не так. И правительство, и счетная палата подтвердили о том, что эти затраты будут. И даже сам автор законопроекта, господин Клишес, утверждал, что это будет стоить примерно 20 миллиардов рублей. Данная поправка, кстати, внесена депутатом Кудрявцем. Это, кстати, единственный человек, который работал в структуре Ростелекома и, стало быть, понимает, о чем идет речь. Так вот, уважаемые коллеги, в прессе появились сведения о том, что этот законопроект подорожал уже до 60 миллиардов рублей. И действительно, получается, что по этому законопроекту в программе «Цифровая экономика» добавляется 28 миллиардов рублей на закупку оборудования, 4,5 миллиардов рублей на сбор информации об интернет-адресах, 5,5 миллиардов рублей на разработку программно-аппаратного обеспечения. Ведущий сотовый оператор МТС оценил свои затраты в 50 миллиардов рублей за 5 лет, Мегафон в 35-40, в МПЛКОМ в 45. Ну, то есть, сами понимаете, что все это ляжет, разумеется, на плечи наших граждан, которые пользуются этими услугами. Так вот, уважаемые коллеги, если раньше так называемые технические средства противодействия угрозам, они якобы правительством, ну, в законопроекте было написано, должны были раздаваться бесплатно, то теперь появляются еще и технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа информации, на которые, кстати, и будут распространяться вот эти затраты, которые составляют вот эту вот очень большую сумму. Понимаете, в чем дело, коллеги? Я еще не видел такого наглого и циничного законопроекта, который так вот проталкивают нам, всем заявляя, что ни копейки из бюджета нет. У нас правительство похоже на Настердамуса, то есть правительство, принимая в прошлом году проект бюджета, уже предполагало, что трое чудаков, двое из Совета Федерации и один из Государственной Думы теперь возьмут и в этом году внесут нам этот законопроект, и уже заложило на него якобы, значит, финансовое обеспечение. Это вообще, извините, ни в какие ворота не лезет. Вы своими руками сейчас лишаете граждан России на право дополучать и распространять информацию. И как бы нам председатель комитета не говорил, что было обсуждение со специалистами, не было этого никакого обсуждения. Коммунисты проводили, значит, круглый стол на эту тему, я в нем принимал участие. Все остальное – это келейное собрание, которое никакого отношения к широкому обсуждению не имеет. Предлагаю проголосовать против этой поправки и против законопроекта во втором учтении в целом. Спасибо. Спасибо. Коллеги, я прошу характеристики своим коллегам давать корректные. Мнение комитета по поправке, пожалуйста, Леонид Леонидович Левин. Большое спасибо, глубоко уважаемый Сергей Владимирович. Спасибо за ваш вопрос. Он очень актуальный и важный. Я, во-первых, хотел бы напомнить с точки зрения процедур, что комитет еще до первого чтения провел свое нулевое чтение, на которое было бы приглашены все представители фракций, все представители не только экспертного совета комитета, но и все заинтересованные в обсуждении этой темы участники. И, пожалуй, там не было специалистов, которые, скажем так, не высказывались, в том числе и критично, по закону проекта, и все те замечания, которые были, мы учитывали. Кроме этого, между первым и вторым чтением речь шла не только о обсуждениях с чиновниками правительства и профильных ведомств, но и непосредственно с теми, кто будет этот закон реализовывать, операторы связи. Были неоднократные встречи. Если они не освещались в прессе, это не означает, что их не было, и поэтому в своем выступлении перед голосованием я об этом отдельно сказал. Ну и теперь, собственно, о деньгах. Да, действительно, деньги уже заложены и планируют быть также заложены еще в последующие годы. Цифры близкие к тому, что вы говорили, но буквально сегодня пришла очень интересная информация, которую я хотел бы обнародовать для всех участников нашего заседания. Абсолютно независимая социологическая компания, которая мониторит интернет, оценила потери, которые понесет наша экономика от того, что один день интернет работать не будет. Так вот, коллеги, эта оценка, ими оцениваются потери российской экономики от отсутствия работы качественного интернета в России просто в течение одних суток в 20 миллиардов рублей. А сегодня те средства, которые закладываются, речь идет о порядке 20-30 миллиардов всего на обеспечение стабильной работы в случае воздействия таких угроз в целом. Можно ли, как вы считаете, сравнивать эти цифры с точки зрения тех рисков, которые несет экономика, особенно цифровая экономика, о которой мы все с вами говорим, и куда все больше и больше уходит доходов граждан, доходов компаний, услуг, которые мы осуществляем через эту сферу. Безусловно, мы должны создать все условия, чтобы никаких сбоев у нас не было. И мне кажется, что те расходы, которые правительство несет, это расходы, не расходы, а инвестиции в будущее. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ставлю на голосование поправку номер 7. Комитет предлагает ее принять. Включите режим голосования. Скажите результат. Поправка принимается. Переходим к таблице номер 2 отклоненных поправок. Есть ли вопросы по таблице номер 2, коллеги? Я не вижу. Нет. Ставлю таблицу на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Таблица поправок номер 2 принимается. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принимается. Центральную трибуну включите, пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, комитет просит включить данные законопроекта в проект порядка работы Государственной думы на 16 апреля 2019 года для рассмотрения его в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Прошу учесть.